Всем огромный привет! Вы на канале Ирина Гвальчук. Сегодня я буду готовить салат. И это салат безумно вкусный, полезный. И плюс он не навредит вашей фигуре, если вы перед этим похудели к новогодним праздникам. Так что я приглашаю вас посмотреть на этот рецепт. Для этого салата мне понадобится сметана и сыр мягкий по типу фета, либо же какой-то любой другой мягкий сыр, который вы можете смешать со сметаной. И получится такой соус чернослив, шампиньоны, здесь у меня печень куриная, можете использовать утиную, вот здесь уже выбор ваш, яйца, плавленый сырок, луковицы, морковка. Лука я буду использовать синий, просто потому что мне так захотелось. Можете использовать обычный белый лук. Просто сегодня я захотела попробовать, как это будет выглядеть. Я его буду обжаривать. Сейчас в первую очередь печень у меня уже подготовлена. Ее уже можно отправлять обжаривать. Но я еще хочу параллельно, чтобы включить сразу две сковородки, порежу сейчас шампиньоны, чтобы их тоже можно было обжарить. Включила я на разогрев сковороды. В одну наливаю, где буду обжариваться грибы. Постарайтесь использовать как можно меньше масла, для того, чтобы салат не был таким водянистым. И начинаю обжаривать в сковороде грибы. И в другую сковороду, которая тоже уже нагрелась, я на растительном масле буду обжаривать печень. Печень обжаривается быстро. И будьте осторожны, чтобы она раскаленным маслом вас не обожигла. Печень готовится очень быстро. Я просто ее слегка переворачиваю, чтобы все было равномерно. И как только вы увидите, что из грибов также ушла вся жидкость, их также необходимо слегка посолить и также добавить черный молотый перчик. И обжарить до золотистости. Еще один раз я включила сковороду. Отправляю нарезанный лук. Начинаю его обжаривать. Ну и также измельчаю морковку, добавляю к луку и тушу это все вместе. Для заправки мне необходимо смешать сметану и также мягкий сыр. Я думаю, что для такой заправки подойдет даже творог, если он будет мягкий, такой сливочный и свежий. Он не будет слишком кислый. Все мы перемешиваем. Обязательно нужно посолить. И добавить перчик, если желаете. Перемешиваем, чтобы у нас получилась однородная масса. Далее начинаем собирать салат. Подготавливаем блюдо, на котором мы это будем делать. И постепенно. Первый слой это будет печень. Я ее слегка нарезала, но не очень мелкими кусочками, потому что я не люблю, когда все похоже на кашу. Я люблю, когда в салате чувствуются именно кусочки. Поэтому вот такими вот не очень мелкими кусочками выкладываем печень. Разравниваем ее по форме блюда. Здесь у меня в кондитерском мешке уже соус. Я здесь сделала маленькую дырочку, лишь для того, чтобы мне было удобней. Вот так разравнивать соус по салату, а не делать это ложкой. Ложкой это неудобно. Вот так я люблю. Если у вас нет кондитерского мешка, вы используетесь плотным пакетом пищевым. Следующий слой это грибы. Точно так же их равномерно распределяем на слой печени. Я думаю, заметно, что у меня грибы не слишком плавают в масле. Это хорошо для салата. И так же поливаю сметанным нашим соусом. Следующий слой это лук и морковка. Так же их выкладываем равномерно. Ложкой я слегка приглаживаю и утрамбовываю сверху. И так же поливаем соусом. Слой это вареные яйца. Их можно натереть на крупной терке. И смотрите по размеру яиц, сколько у вас уйдет. Я знаю, что если у меня одно будет лишним, то у меня всегда есть желающие его съесть. Так что ничего страшного. Я варю всегда с запасом. Натираем яйца. И тоже равномерно распределяем их по форме салата. Так же сверху все ложечкой приминаем для того, чтобы салат имел хорошую форму. Поливаем так же все соусом. После яиц сверху так же натираю на терке плавленый сырок. Сверху опять же таки соус. Сейчас уже можно загладить все края соусом, чтобы салат имел более аккуратную. И сверху точно так же все разравниваем. Ну и в самом конце посыпаем салат нарезанным соломкой черносливом. Обильно его распределяем по поверхности салата. И украшаете уже дальше по своему усмотрению, как вы хотите и чем хотите. Покажу кусочек, как он выглядит в разрезе. Салат получается достаточно сочным, но при этом, как видите, здесь не скапливается ничего внизу. Особо воды в нем нет. В этом салате очень гармонично сочетается печень с черносливом и с грибами. Еще в рецепте не указано, как я сверху посыпала гранатом. Я его добавила и не пожалела. Потому что как раз таки, когда вы раскусываете каждую вот эту ягодку, придается еще и кислинка. Которая очень-очень сюда подходит. И самая большая фишка этого салата, это, конечно же, соус сметанный, который очень гармонично сюда подходит. И я бы сказала, что это самое главное, что в этом салате есть. И самое главное, то что этот салат становится и питательным, и полезным. Так что рекомендую, если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте такое. Потому что он действительно стоит того, чтобы его попробовали и приготовили. На любой праздник, на любое торжество, если не хотите на Новый год, то обязательно хотя бы на Рождество или на какой-то другой праздник приготовьте. Рекомендую. Теперь этот салатик точно идет в мою копилочку к основным салатам, которые я люблю. Ну и как всегда, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, если вам нравится идея такого салата. И до скорых встреч. Всем пока!